Характеристики на самом деле у стекла углерода, такие по скин-слой, как у вас для пира углерода. Да, это на самом деле близкие родственники. Зато стекла углерода, это устройство, Иван Дорков. Да, да. Где же тот переход от ИК диапазона, где у нас инициативное поглощение, к 50-40% поглощению? При какой частоте происходит вот это? Вот это очень правильный и очень хороший вопрос. Поскольку я заторопилась и как-то слишком долго говорила о мотивации, мне удалось все-таки ночью поспать, я не обратила внимания на этот очень важный слайд. Вот это результаты, свежайшие, полученные для двух графенов, одинаковые вот эти вот структуры, маленькие большие зерна. В СВЧ, напомню, разницы не видим. В Обсике разницы не видим. А в второгерцах эти же образцы дают заметную разницу. 10% абсолютных – это 25% друг относительно друга. То есть ответ простой. Прямая линия 50%, а там должно быть 97%. Ну, напомню вам, что если мы от СВЧ от 1 см до оптики 1 микрона возьмем вот это вот крошечное расстояние от 220 до 300 микрон по длине волны, то это на самом деле, если строить в абсолютных величинах, это окажется вполне возможно максимумом. Я не очень хотела акцентировать внимание на этом слайде, потому что на самом деле, ну, тут еще нужно разбираться, с чем вообще это может быть связано. Ну, как происходит? Случайно там? Нет, нет, нет. Здесь мы никаких случайно неоднородных средств мы не учитываем. То есть вы имеете в виду, что структура попадает в слой, отражается, конечно, от поверхности главного вопроса. То есть мы эту структуру, ну, вот если перевести на электромагнитный язык, рассматриваем все-таки как структуру с эффективной удельной проводимостью. То есть для нас это не 4 слоя и не 7 слоев, а просто проводимость одного слоя графена умноженной на 4 или на 7. Какой уровень для слойде можно сказать? 60 миллионов. 60 миллионов. И второй вопрос. Каким образом оценивалось вообще-то облачение самой полиэтилной природы? Мы оценивали, то есть все это, конечно, с референсом. Мы оценивали это и экспериментально, и в ЦСП-студию. Мы догоняли структуру с и без примитива метаприлата. Ну, в террорезах чуть-чуть разница уже может налетиться. Но вы сочинены. Я думаю, слайд, где происходит. Для вас важно, чтобы была проводимость, потому что согласование интегданции, согласование с волноводным важна требуемость, не важна толщина. Ну, по существу, да. И, в принципе, это интересная вещь для того, что графен, он сильно отличается от металла тем, что графен нужно очень просто модулировать. Напряжение получается, что лучше модулятор, по крайней мере, 50% модуляции. В этом я вижу более интересное, чем даже поглощение, мне кажется. Но последний результат у вас был, когда вы уже перешли на астротики, что, 3 или 6 слоев одно и то же? Вот это что такое? Нет, 3 и 6 слоев разное. Просто 3 и 6 слоев для маленьких и для больших зерен. 3 и 3, и 6 и 6 мы не видим разницы. Ну ладно, все, спасибо.